Урок 32. Задача первая. Сравните углы треугольника АВС. Может ли быть угол В острым? Известно, что сторона АВ больше ВС, а ВС больше, чем АС. В треугольнике против большей стороны лежит больший угол. Большая сторона АВ, значит, больший угол – это угол С. Меньшая сторона – сторона АС, значит, меньший угол будет угол В. Угол В острый. Задача вторая. Верно ли утверждение? Если бисектриса внешнего угла треугольника параллельна стороне треугольника, то треугольник равносторонний. Давайте обозначим за х градусную меру угла А треугольника. и, допустим, АВ параллельна бисектрисе внешнего угла СЕ. Так как они параллельны, то соответственные углы равны. Допустим, х градусов, градусная мера вот этих соответственных углов, они равны. СЕ бисектриса, значит, она делит внешний угол на равные углы. Затем, что известно, что внешний угол треугольника равен сумме двух других углов треугольника, не смежных с ним. Допустим, угол В имеет градусную меру у градусов. И что получится? Что х плюс у – это 2х. Значит, получается, что все углы треугольника А, В, С имеют одну и ту же градусную меру. Все углы равны. Треугольник равносторонний. Задача третья. В равнобедренном треугольнике А, В, С с основанием А, С бисектрисы угла А и угла С пересекаются в точке О. Верно ли утверждение, что треугольник АОС равнобедренный? Так, бисектриса угла А делит угол пополам. Бисектриса угла С, а это равные углы угол А и С. Это углы при основании равнобедренного треугольника. Бисектриса угла С тоже делит угол пополам. Значит, будут равны углы О, А, С и О, С, А. Вот эти углы равны. Они будут равны половине от угла А и от угла С. А угол А и С – это равные углы. Давайте рассмотрим треугольник АОС. Углы при основании равны. Значит, АС – это основание равнобедренного треугольника, боковые стороны АО и ОС. Утверждение верно. Треугольник АОС равнобедренный. Задача четвертая. Периметр равнобедренного треугольника в 5 раз больше основания и на 12 см больше боковой стороны. Найдите периметр этого треугольника. Давайте обозначим за х длину боковой стороны. А в равнобедренном треугольнике боковые стороны равны. А длину основания обозначим за у. У сантиметров – длина основания, а боковые стороны – по х сантиметров. Периметр – это 2х плюс у. Известно, что периметр в 5 раз больше основания. Значит, если периметр, вот это 2х плюс у, и он равен основанию, умноженному на 5. В 5 раз больше основания. С другой стороны, периметр, вот это 2х плюс у, на 12 см больше боковой стороны. Значит, если к боковой стороне прибавить 12 см, то получится как раз периметр. Ну, а теперь давайте решим вот эту систему уравнений. Давайте упростим вот это равенство. 2х – это 4у. Если плюс у перенести из левой части равенства в правую, получится 2х – это 4у. Можно разделить обе части равенства на 2, и получится х – это 2у. А теперь давайте выразим вот из этого равенства х через у. х равен 12 минус у. Теперь осталось приравнять. 2у – это 12 минус у. Получается вот такое уравнение. Находим значение у. У равен 4, а х в 2 раза больше – 8. Зная х и у, находим периметр данного треугольника – 20 см. Задача пятая. Верно ли утверждение? В прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета. Гипотенуза – это та сторона, которая лежит против большего угла прямоугольного треугольника. Этот угол – 90 градусов. Два других угла имеют градусную меру меньше, чем 90 градусов. Значит, АВ гипотенуза всегда больше катета, потому что против большего угла лежит большая сторона. Значит, АВ гипотенуза будет больше катета С и больше, чем катет ВС. Утверждение верно.